Стрельцы, доброго вам времени суток! Меня зовут Ева Лехцер. Я вас приветствую на своем канале и для вас снимаю ваш второй прогноз на мае 2022 года. Работаем мы сегодня с колодами Тороника Литой Чиколи, а также Ленорман Утопия. Колоды перед вами, поэтому кто практикует, берите на заметку, если для вас это актуально. Ну а для всех остальных приглашаю к просмотру расклада. Друзья, настраивайтесь на получение информации и будем смотреть, что же вас ожидает в рамках мая месяца. Итак, общие энергии, чего вам ждать в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами, надеюсь, хорошо видны. Давайте с вами смотреть. Общие энергии месяца. У вас ложится аркан-жрец. Жрец это, знаете, просвещение, просветление, духовное, нравственное, личностное. Для кого-то это углубление в новую культуру, новый опыт, новые знания, повышение квалификации, сдача диплома, экзамена, перепрофилирование, получение дополнительных навыков. Потому что здесь это перенимать опыт у кого-либо, либо делиться с кем-то своим опытом. Это обучение. Это, в принципе, может быть получение нового звания, защита кандидатской, докторской, чего угодно. Ну то есть просветление и свет впереди планеты всей. Помимо всего прочего, это могут быть какие-то курсы, семинары, чисто для вас, начиная от вопросов питания, или вы можете взять какой-то, купить марафон, еще что-нибудь. То есть это то, что идет на ваше, как просветление, продвижение и так далее. Еще. Жрец. Он здесь изображен в таком обезьянке в виде Святого Николая. Высшие силы, которые вас слышат, исполняют ваши желания, ваши цели, ваши задачи. Также это может идти обращение к каким-то высшим покровителям, либо людям, которые вам помогают в чем-то. Для многих это также найти своего эксперта, своего специалиста в области медицины для решения тех вопросов, которые у вас стоят. Ну, посмотрим. О чем здесь идет речь? Может, это вообще акцент на брак? Поэтому сейчас будем смотреть, что здесь. Здесь жрец и тройка кубков. Нет, это все-таки опыт, навыки и знания, которые делают вашу жизнь краше, счастливее. То есть вы можете выпускать какие-то семинары, какие-то курсы, может быть, обучающие видео, делиться опытом. Так и сами что-то можете приобрести для себя, для души, для радости своего сердца. Опять же, жрец и тройка кубков – это быть приглашенными на крестины, на венчание, то есть на какие-то традиционные религиозные обряды, ну, согласно, скажем так, опыту вашей страны, вашего региона и так далее. Вы можете, в принципе, знаете, как я говорю, углубиться в религию или же, например, даже вплоть до того, что в эзотерику. Потому что жрец еще в связи с тройкой кубков, то есть то, что вы делаете для души, для тела, то есть напитываете свой разум. Так, в плане работы, какова здесь ситуация? У вас здесь ложится король мечей. Итак, для тех, кто на текущем этапе у нас не работает, то есть вы не работающий пенсионер, дама-хозяйка, либо же вы в декрете. О чем здесь говорят арканы? Какова здесь будет ситуация? Здесь по аркану сила. Несмотря на то, что положение ваше шаткое, особо прочным его не назовешь, но тем не менее, есть на что опереться, за что удержаться. Во-первых, это официальные выплаты, социальные дотации, плюс накопленные вами ресурсы. И по связке и по совокупности карт это еще может идти поддержка не только от государства, но и от близких вам людей, которые могут давать какие-то выплаты и социальные дотации. Если же вы в качестве соискателя, то здесь по шестерке кубков аркан, который указывает здесь на ситуацию помощи со стороны ваших близких, которые по своим связям, по своим знакомствам вам помогут трудоустроиться, найти себя. У некоторых из вас по шестерке кубков это вернуться на то предприятие, где, допустим, возможно, вы ранее работали, либо получить предложение от бывшего работодателя, потому что здесь могут о вас вспомнить и, как следствие, предложить вам какую-то новую вакансию. Если же вы являетесь наемным сотрудником, то здесь по аркану звезда настал ваш звездный час, потому что король мечей звезда это пройти успешный экзамен, это пройти какую-то верификацию, аккредитацию, это заявить о себе, это быть в центре всего общего внимания, ну и как следствие, ну в прямом смысле слова, у кого-то получить звезды на погоны, а у кого-то это, знаете, как индексация заработной платы, известность и действительно может идти повышение по службе. Если же у вас свой собственный бизнес, то здесь король мечей и колесница, прорыв. После какого-то длительного периода застоя, прорыв, движение, новые возможности, поддержка социальной дотации от государства, то есть это, знаете, как возможность встать на ноги, стабилизировать текущее положение вещей, если оно у вас было шатким, и желание и возможность двигаться вперед. Финансовая сторона вопроса семерка жезлов. Ну здесь такое, а-та-та. Сейчас я объясню, о чем здесь идет речь. Это корит себя за какое-то расточительство, либо за то, что вы, знаете, как поддались каким-то вот эмоциям. Ну, например, купили себе очередную какую-то книгу для вас значимую, хотя понимаете, что в этом особой потребности нет, дать какую-то коллекцию книг. Или там в десятый раз себе говорили, все, я больше не помогаю финансово своим взрослым детям, и обратно на те же грабли. То есть, вы знаете, больше вопроса самоедства. Но, тем не менее, по семерке жезлов финансовая ситуация стабильна. Еще для некоторых, как это может отыграться? Это когда вы звоните, например, своему супругу и говорите, а можно я уже купила шубу? Ну, я утрирована, да? То есть, тут как на эти наказания за какие-то важные, значимые покупки, за вопросы расточительства. Но это может быть действительно как со стороны вашего близкого человека, так и вопросы самоедства и укоров относительно того, что вот по четверке Пентакли нужно было стабилизировать текущее положение вещей. Здоровье. Так, у нас здесь ложится старший аркан смерть. Не нужно здесь бить панику, потому что сейчас начнется здесь смерть. И тройка мечей – это из-за неврозов. Здесь могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Особенно, если у кого-то есть проблемы с давлением, потому что карты вам на это указывают. И здесь, кстати, вот аркан жрец еще тоже может перекликаться как обращение к врачу с целью диагностики и устранения этой ситуации. На вопрос, будет ли у вас здесь… Давайте так, потому что я знаю, что напишут, вы же не можете. Если здесь угроза физической смерти непосредственно вам, потому что вы такое тоже часто спрашиваете. Ребят, нет. Здесь связки совокупности карт. У вас даже здесь ложится пас жезлов. Это скачки давления. Могут быть какие-то гибертонические кризис, какие-то не совсем хорошие состояния, но вопросов и угрозы в смерти у вас здесь нет. Поэтому здесь нужно в первую очередь просто беречься. И если у вас есть какие-то хронические заболевания, то обратите на них внимание. Вопросы личной жизни. Паш Пентакли. Паш Пентакли – карта нового опыта, желание построения прочного союза. И помимо всего прочего, ситуация, когда вы хотите что-то целостное, стабильное и надолго. То есть вас не интересуют мимолетные знакомства, нестабильные связи. И знаете, как и ситуация, которая, ну как вам сказать, отношения однодневки. Обозначим это так. Давайте посмотрим для каждого из вас, как будет отыгрываться текущее положение вещей. В первую очередь посмотрим для тех, кто свободен. У вас, видите, здесь под уроку новое знакомство, новый жизненный этап, новый цикл. Видите? Причем здесь, как с человеком, с которым вы можете совместно проходить какое-то обучение, курсы, ходить на какой-то тренинг, не знаю, там, в тренажерный зал, потому что здесь на базе, на почве общих интересов. Кстати, партнер или партнерша здесь могут быть младше вас. Для тех, кто состоит в любовных треугольниках, ну, что могу сказать, по двойке жезлов. Это видеть свое отражение. Это, знаете, как близнецовое пламя, когда вы находите свое, но не понимаете, как в этой двойственной ситуации поступить. Пока это все останется без изменений, вы будете согласны, ну, утрировано на роль второго плана, но будете надеяться на то, что из этого вырастет что-то стабильное. Для тех же, у кого серьезные, длительные отношения, то здесь Паш Пентакли и Туза Мечей, это желание, знаете, как вкусить или обострить какие-то болевые моменты, острые моменты в ваших отношениях. Для чего? Проговорить их, проработать их, избавиться от них для того, чтобы с легкостью продолжать ваш союз, выстраивать ваши взаимоотношения, сделать их более гармоничными. Да, тут может быть в чем-то словесно друг друга ранить, потому что здесь, ну, Туз Мече, это и радость, и сладость, но и одновременно, это, знаете, ситуация, которая делает больно, можно ранить словами. Поэтому здесь, ну, ситуация, которая неизбежна. Можно это прожить, нужно принять, нужно это проговорить, чтобы спокойно идти дальше, без обвинения, обид друг к другу, без каких-либо притязаний. И совет, колесо фортуны. Давайте посмотрим поближе на эту карту. На прорисовке этого аркана, видите, вот эту бабочку пробивают острые иглы. То есть это перемены, которые вас застали врасплох, либо вас пригвоздили, либо вы к ним не готовы. То есть ситуация, на которую вы не можете повлиять, остается ее только принять, но вы не понимаете, что со всем этим делать. Не можете принять ситуацию, измените свое отношение к ней. Перемены здесь все равно неизбежны. Идут как свыше, идут по карме, идут по судьбе. У кого-то, кстати, в плане совета, так кардинально менять все в жизни, начиная там работу, смену места жительства, какую-то поездку, переезд, общение, отношения. То есть ключевой момент. Или же образ жизни и акцент на вопрос о здоровье. То есть вы понимаете, что после этой ситуации не будет продолжаться так, как было ранее. И вот это нужно будет взять на заметку. Тем более посмотрите, как много старших арканов. Насколько знаковый месяц. Давайте с вами посмотрим сейчас, еще в плане неожиданности этого периода. Что здесь будет, на что рассчитывать и чего ждать. Так, всадник, плетки и звезды. Это какие-то разговоры, сплетни, конфликты, излишняя эмоциональность, которая может дать этот всплеск. Вот этот гипертонического криз, о котором я говорила. Потому что, обратите внимание, даже до колоды змея, карта болезни, ухудшение состояния. Поэтому звезды, это как следствие, это как терапия в этой ситуации. Вот чтобы этого не произошло. Массажи, йога, пилатес, плавание. По рекомендации врача, седативные препараты. Размеренный, спокойный образ жизни. Это нужно как никогда. Иначе сами себя загоните в тупик. А здоровье у вас превыше всего. Поэтому возьмите это, пожалуйста, на заметку. В любом случае, что мы делаем? Конечно же, весь негатив мы с вами нивелируем. И перекрываем позитивом. Потому что негатив нам не нужен. И так как у вас уязвимой здесь является все-таки вопрос здоровья, то мы поступим следующим образом. Закроем вам это все дело арканом сила. Чтобы с вами были силы, было стабильное положение вещей, состояние здоровья. И арканом звезда. Карта покоя, умиротворения, достижения целей и результатов. Я вам искренне из души этого желаю. Вот таким у вас уходит расклад на май 2022 года. Пусть отыграется только благоприятные для вас аспекты. Ну а для всех тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шаг ютуб-канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!